Не так давно я уже показывал вам, как сделать Fallout 4 ультракрасивым. Тогда мы говорили за готовую сборку и наполняли её своими модификациями поверх, и в результате у нас получилось, в общем-то, неплохо. Но, так или иначе, наш Fallout содержал в себе более трёх сотен модов. Неважно, были ли они друг с другом комбинированы в несколько плагинов или нет, эта страшная, любящая каламбуры цифра, безусловно, била по производительности игры. И именно тогда я посидел и подумал, почему бы не сделать так, чтобы игра не кушала все ваши технические ресурсы, но выглядела при всём этом очень даже симпатично, а вы, в свою очередь, могли сами установить всё это дело буквально за 10 плюс-минус минут. Не считая, конечно же, скачивания всех этих графических модификаций. Всем привет! Вы смотрите Over9K5000, и сегодня мы соберём идеальный Fallout 4, легко и просто, за 10 минут. Оставляй свой лайк под этим роликом, чтобы поддержать подобный формат, и давай приступать. Идея, конечно, ничего такая. Управиться со всеми этими модификациями за 10 минут. По сути дела, в ней нет ничего сложного, но, тем не менее, для меня в этом есть небольшая проблема. Видите ли, если мы будем отталкиваться от этого формата, то этот ролик можно будет закончить уже через 2-3 минуты, а статистика говорит о том, что мой зритель любит как минимум 10-минутный, а то и более контент. Так что я разбил ролик на две части. В первой его части мы действительно соберём Fallout за очень короткий срок, и он не очень сильно будет грузить вашу систему. Вторая же часть видео будет для тех, кому мало просто озеленения на экране, и для тех, кто хочет нагрузить свой Fallout 4 так, чтобы всё было, ну, супер красивым, и вообще в точь-в-точь, как у меня. Для того, чтобы управиться задачей номер один, нам понадобится всего несколько модов, но для начала сам Fallout и все DLC к нему. После того, как база будет готова, переходим по ссылке в описании на инструкцию по скачиванию и установке всех этих модов, и качаем оттуда первый мод, который называется Commonwealth Reclamation Project. Это наша сегодняшняя основа, потому что его задача покрыть всю территорию Содружества растительностью и зеленью. Да, я знаю, что в интернете есть очень много всеразличных, похожих друг на друга оверхоллов, но как только я увидел вот эту траву, вот этот свет и деревья, я сразу решил попробовать именно этот оверхолл, и знаете, он мне понравился. Перед тем, как перейти к завершающим штрихам и модификациям сборки за 10 минут, стоит оговорить буквально несколько нюансов, связанных с тем самым Reclamation Project оверхоллом. Во-первых, он уже прилично кушает ресурсов, и если вы ставите его на девайс, который не подходит под системные требования, которые вы видите сейчас у себя на экране, то вы делаете это на свой страх и риск. Во-вторых, рекомендуется выкрутить все настройки освещения игры на максимум, чтобы так называемые лучи бога лезли везде и отовсюду, тем самым углубляя иммерсивность игрового процесса. Ну и наконец, в-третьих, для корректной работы мода вам нужно предустановить неофициальный патч на Fallout 4. Как только все это будет сделано, вам нужно провести небольшую манипуляцию. Зайдите в мои документы, My Games Fallout 4, и в Fallout 4.init добавьте в параметры General и Grass строчки, указанные на экране. Обратите внимание, что в одном пункте категории Grass есть параметр, который звучит как х-х-х. Это ваш индивидуальный параметр, узнать который можно, заглянув в Fallout 4.prevs.ini и найдя там нужную строку. Скопируйте цифру и вставьте ее в первый документ вместо тех самых 3х. Последний же параметр остается на ваше усмотрение. Изменяя этот параметр, вы просто-напросто меняете насыщенность травы в игровом мире. Для простоты, все эти строчки я оставлю в описании под видео. Так что читайте его внимательно, потому что там всегда есть полезные ссылки и навигация. Теперь сохраняйте результаты в текстовом файле и открывайте ваш менеджер модификаций. Если его у вас нет, то как вы вообще попали на это видео? Тем не менее, в инструкции также будет прикреплен установщик для менеджера, поэтому если нужно, цепляйте его и ставьте галочки, подключая наши модификации в плагинах в Nexus Mod Manager. Именно в таком порядке, как видите у себя на экране. Завершив этот этап, вы сможете использовать Reclamation Project, накатывать моды поверх, если у вас есть на то желание и завершить этап сборки за 10 минут. Она готова. А теперь мы переходим ко второй части видео, в которой прокачиваем визуал так, чтобы не осталось ни живого места. И все это по-прежнему выглядело суперорганично. Стоит держать в уме, что производительность может снизиться от нагрузок на игру. Тем не менее, моего железа с головой хватает на все эти капризы. И дабы не ходить вокруг да около, я решил узнать, в какую цену вам может обойтись подобный конфиг. Я сравнил ценники у разных магазинов в текущий момент, и проанализировав график цен, оценки и отзывы пользователей касательно железок, понял, что единственное, что из сборки на данный момент не требует спешки, так это видеокарта, потому что господа из Nvidia вот-вот привезут нам на рынок новую линейку видео. Тем не менее, если ты захочешь обновить свое железо, загляни в описание под этим роликом, потому что моя ссылка поможет сделать выбор лучше и подойти к нему с умом. Ну а мы продолжаем. Основа так называемой Advanced версии содержит в себе первую часть видео. Вы делаете все те же шаги и устанавливаете все то же самое, но, если вы хотите прокачать все текстуры и оставить зелень и Рекламейшн Проджект вместе, то перед его установкой я бы рекомендовал вам сперва взяться за новые улучшенные текстуры окружения, а не за Рекламейшн Проджект. Сперва поставьте текстуры. Камни, трава, песок, вода, деревья и многое другое насытит мир и его обитателей новыми цветами, текстурами и красками, когда вы поместите содержимое довольно большого архива в вашу папку Data. Поверх всей этой красоты я еще заменил ванильные текстуры тел, выстрелов, крови и повреждений окружения. От вас лишь понадобится терпение и место на жестком диске, и вот вы уже готовы двигаться дальше, потому что визуальная составляющая уже неплохо так прокачена. Чего меньше всего я старался пыхать в сборку, так это не лорных пушек и брони. Поэтому две эти категории вышли у меня весьма-весьма скромными, но тем не менее пополнились колоритными модификациями. Так, в стволы попал 10-мм пистолет-пулемет из Fallout 3 или New Vegas, а также полностью замененные и переделанные самодельные трубчатые пушки. Эти пукалки всегда только лишь одним своим ванильным видом и звуком подталкивали меня удалить игру и больше к ней никогда не возвращаться. И поначалу я вообще думал удалить их из левел-листа игры, но потом подумал, что было бы, наверное, неплохо их видоизменить, нежели чем просто удалить. Так, модельки самопалов изменились на новые с помощью мода, который называется Post-Apocalyptic Homemade Weapons, который также позволит их видоизменять под уникальные версии и превращать, наконец, так называемые pipe guns в приятные начальные пушки, после использования которых не факт, что захочется переходить на боевые карабины и все то, что ждет вас дальше по левел-листу игры. Помимо этого я добавил сюда свой любимый мод на лук, который называется L-String Bows, чтобы было чем отбиваться от врагов при отсутствии патронов. Сегодняшний список брони пополнит лишь один мод из категории, и будет он называться Stalker. Прикид, который дополнит антураж разрушенной Америки своим внешним видом и не сильно будет выделяться стилистически на фоне ванильной брони. Сегодня я ограничился только им, но вы можете поставить массу новых шмоток поверх, если у вас будет на то желание. Далее, мобы. Убиваемые рейдеры-дети, смертокрылы, дельфины-мутанты и прочая морская живность, и огромные легендарные боссы. Все это различные моды из категории, ссылки на которые буду ждать вас в инструкции. Напомню, что в разделе текстур мы уже перекрасили ванильных монстров под более детализированный вариант, так что сейчас пришла пора добавить новых существ Содружества, от которых вы преимущественно будете только убегать и двигаться дальше по списку модов, потому что сейчас мы переходим к звукам, которые сегодня пополнились новыми модификациями. Во-первых, стоит отметить, что основой модуля звука сегодня послужит Reverb Ambience Overhaul, который изменит звук и будет нормально распределять его в ваших ушах, в зависимости от того, находитесь вы в экстерьере или интерьере. Разница ощутима ушами сразу, ведь все звуковое сопровождение игры будет звучать абсолютно иначе. Эхо в замкнутых пространствах и наоборот, глубокое рассеивание звука в открытых локациях. Все это результат работы Reverb Ambience Overhaul, который делает ваше погружение гораздо иммерсивнее. Пожалуй, этот мод абсолютный мастхэв, если вам не все равно на аудиосопровождении игры. Далее у нас идет новый игровой ОСТ и радиостанции с новыми тематическими композициями, которые вписываются в застрявшую в 50-х временную эпоху Fallout 4. Включать примеры последних я, конечно же, не буду, из-за соображений политики нашего любимого YouTube. Но открыв эти страницы на Nexus, вы сможете узнать, какой же все-таки у них плейлист. А вот так называемый ОСТ сейчас играл и продолжает звучать на фоне. Он на время заменит вам ванильные, уже приевшиеся, но от этого не ставшие плохими мелодии Инна Назура, оригинального композитора серии Fallout, и поможет в погружении в ваш новый антураж четверки. Далее по списку у нас новые механики, которые мы начнем перечислять с мода на кемпинг. Дело в том, что я собираюсь перепройти Fallout 4 с квестовыми модификациями на выживание. И кто, кроме родной палатки со спальником, поможет мне перевести дух между поединками, или, например, дастся сохраниться в перерывах? Правильно, консольные команды и читы. Но мы же все понимаем, что это как-то несерьезно, что ли, да? Если вы не первый раз на этом канале, то также знаете, что я очень люблю моды на ребаланс урона в Fallout'е, потому что в свое время я уже настрелял миллионы патронов в жирных мобов из оригинала. И, честно говоря, не грежу этими потрясающими воспоминаниями. Обычно дело ограничивается ребалансом урона, но сегодня я решил отказаться от коэффициентов исходящего-исходящего дэмэджа и просто поставил Battle Locational Damage, который внесет много приятных и интересных механик в игровой процесс. Он позволит совершать пермаментные нокауты при прямом попадании в голову, как для враждебных NPC, так и для вас. И в то же время защитит эту же часть тела, если использовать боевой или же армейский шлема. Помимо этой клевой механики, в настройке модов, которые нужно будет, кстати, вам поставить самостоятельно ручками, можно настроить много других ползунков и опций, среди которых я готов сегодня выделить нокдауны или ошеломления с помощью дробовика. Теперь врываться в толпу людей с шотганом будет куда веселее и продуктивнее, чем когда-либо то ни было. А с модом на Live Dismemberment, позволяющий рвать противников в клочья, или с модом Go Crits, который делает эффект горения или испепеления тушек врагов куда красочней, это будет приносить вам отдельное удовольствие. И вот, не так уж чтобы плавно, на рефлексах, мы влетаем в категорию анимаций, открывать которую будет мод Slide. Относительно свежий мод на Nexus, позволяющий совершать подкат, как в модных шутерах, избивать противников с ног, ошеломляя и обездвиживая их. А чтобы врываться в хату хип-хопа рейдеров с двух ног было куда проще, нужно вдалить винта для рывка, и сделать это иммерсивнее поможет Animated Champ Redux, который добавляет новые анимации применения химии от первого лица. Теперь отыгрывать безбашенного обдолбыша с дробовиком станет куда проще, особенно когда добавишь поверх всего этого обрезу новые анимации. Но зачем останавливаться только на обрезе, когда есть куча всего, что можно поменять? Например, заменить анимации всему, чему только можно. Дробовикам, карабинам, пистолетам, другим пистолетам, пистолетам-пулеметам и всему-всему. Все моды на новые перезарядки и анимации все так же будут ждать вас в инструкции. А поверх них я предлагаю поставить Lower Weapons. Мод, который будет опускать ваш ствол по зажатию кнопки R. Последняя категория на сегодня это погода E&B. И в ней весьма все скромно. Автор главного мода сегодняшнего ролика под названием Reclamation Project рекомендует ставить Visceral E&B для насыщенности цветов и погодных условий. Я тоже советую вам поставить именно этот E&B, потому что раньше я использовал его и был полностью доволен своим визуалом. Но сейчас я использую другой, просто потому, что Visceral хочет увидеть в вашем списке модов еще любой другой погодный мод по типу Wivid Weathers или же True Storms. А так как я использую мод на темные ночи под названием Darker Nights, который конфликтует с любыми погодными модами, то мой выбор пал на E&B под названием Dawn, как бы комично не звучало это название. Тут нет строгих рамок, поэтому выбирайте что хотите сами или используйте проверенные мной, никто вас не осудит. Пишите по результату, как вам подобный формат роликов про моды в комментариях и если ты хочешь видеть продолжение плейлиста тематических сборок модов. Подписывайся на канал, паблик, дискорд, инстаграм и все вот это вот из описания, если ты новенький на канале и хочешь больше классного контента в рамках мира Fallout. А я в очередной раз благодарю патреонов, донатеров и вип подписчиков канала, которые помогают ему материально по сей день. А особенно ребят под никами Оля, Эва Виес и Мистер Слос Хантер. Также напомню, что ты тоже можешь всегда к ним присоединиться, если хочешь поддержать мое творчество, услышать имя в титрах и получать эксклюзивный контент за поддержку моего канала в ответ. Спасибо за просмотр Over9K5000. Увидимся, когда мододелы высырал что-нибудь покруче модов на анимации груди. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok